На кого смотрит этот милый птибра-брансон с именем Виктория? Ну догадайтесь! То есть в бытность живностью для дома она видела и общалась с лошадками, коровами, а сегодня-то козы! И вы видите обыкновенные домашние животные. То есть что домашние животные часто видят? Ну, друзей и подруг ваших, естественно. Но это не совсем обычное домашнее животное, потому что оно всегда со мной. И она может посмотреть на большую часть мировых животных, потому что она небольшая. Ее, в принципе, можно в самолет взять с собой. Все говорит о желании. Но наше желание на сегодня вкусить аромат, по-моему, лучшего, козьего молока. Ну и ее. То есть они у меня и так не на полу находятся. На полках вот специально, то есть чтобы они не пачкались. Но все равно все это нужно еще помыть. Во многих деревнях, где я смотрел, как ухаживают за козами, то есть они живут просто на настиле, на полу. На сырости. Вот. Для себя я решил, что мои козы будут жить наверху. Где сухо, чисто. Первые капли молока всегда просто стаиваются. Дойка тоже происходит сразу как бы через фильтр. Даже если волосок упадет сюда, он не попадет в молоко. Несмотря на то, что сейчас я даю через фильтр, мы потом все равно процеживаем ищем все. То есть вот даже наблюдая в деревнях, как дают другие, поначалу там надо было научиться, я не видел, чтобы доили через фильтр сразу. Доили просто чистое ведро, чашку. Первые там два раза в своей жизни, когда я даю свою козу, я смотрю, молоко падает, волосинка, что-то где-то как-то сыпется. Мне сразу не понравилось. Придумали вот такой вот вход. Одеть фильтр на резиночку и все. Сколько у нас корова дает молока? Сколько коз дает молока? Коз, ну три козы, сейчас у меня в совокупности в день 8-9 литров дают. То есть одна, вот эта в запуске, она уже заканчивает, дается. Одна в пике, вот она сам больше всех дает. То есть только у нее два месяца назад было коз, сейчас лето, много зелени, сейчас у них пик. Ну, с трех коз практически каждый день 8-9 литров, это еще нужно обработать, переработать. Но семью хватает, вполне. Мы едим собственное мороженое, очень вкусное. У нас несколько видов сыра, сыр для жарки. Собственное, сметана, масло, йогурты. Все сами делают молока. То есть в магазины очень редко стали ходить. Вместо магазина мы сейчас ходим на сенокос. Чтобы хотя бы каждые три дня мы обеспечили свежей травы больше. Все, вот последние капельки. Вот с одной козы, которая сейчас в запуске, получилось полтора литра утром. И литр она даст вечером. Есть козы, которые, конечно, побольше дают. Сейчас мы и до них зайдем. Куда? Это крем. Он смягчает соски, чтобы не растрескивались. Ну и доить легче намного. Потому что нет такого трения. Вот у молодых коз очень маленькое отверстие соска. То есть тяжело идет. Козе, который четвертый год, у него в самом почти течет. Здесь все-таки нужно применять немножко силы. И чтобы ей не было больно, вот руки. Каждый день получается, я себе кремом намазываю руки. У меня тоже уход за руками происходит автоматически. Два раза в день. Сколько это козочка твоя дает молочка? Вот это дает утром 2 литра и вечером полтора. То есть 3,5 литра в день. Это ее минимум. Вот сейчас может больше дать, потому что очень много кормов у них было в свободном доступе. То есть они, когда много наедают, дают больше молока. Опять же было мнение, что с первого охота вот такая коза максимально много дает, это ее показатель. А у меня наоборот она со второго охота стала в два раза больше давать, чем изначально. Поэтому это не показатель. И у всех коз разный характер, не то что лишний, а у вымени. Вот первую козу мы доили, она выдаивается до суха, от начала до конца. Вот у этой козы, чтобы полностью выдавить, нужно сделать еще и массаж вымени. Вот такие есть особенности при дойке. То есть каждый козей свой индивидуальный подход. По сути событий, сколько мы времени потратили? Первая дойка, вторая дойка и третья дойка. Будем говорить наиболее 20 минут, правильно? На дойку уходит 20 минут, 3-хоз это вручную опять же, не торопясь. Ну, всего вот утром я трачу 40 минут. Это здесь прибраться, убраться, освежить воду, освежить корма. То есть могут люди, в принципе, не заводить себе собаку, завести себе 3-4 коз, и все нормально. И вы уже будете кормиться качественной, грамотной продукцией, которую вы сами производите, для себя лично. Да, по сравнению с оваками козы приносят в большую пользу. Козья балахорна еще очень уникальная, полезная. Есть отдельные статьи про его полезность, там есть о чем почитать. А продукции вы сможете попробовать легко. Это очень просто, я покажу тот самый телефон. Но поверьте мне, и будет лучше для вас посмотреть и вкусить всю гамму того, что можно сделать. Причем я все это попробовал. И честно, ни разу в жизни за свои 46 лет не понимал, что козье молоко это уникальное средство. Ах, какая же это красота-то, господа мои. И вы, наверное, смотрите другого человека, да, с другой передачки. Ну да ладно. В общем-то, надо понимать, что первоначально мои сюжеты были, ну, они немножко были скопированы. В свое время Соловьев, тот самый, который на РТ сейчас работает, он это дело и вкушал. Пекинская утка и все остальное. Но он вкушал это на радио, а я решил показать это вам на телевидении. В принципе, не первый раз, и вы все это видели в других передачах, естественно. Как мы все это дело кушаем, и кушают другие люди, почему нет. Но вам было бы интересно показать, что и делаю я в Магнитогорске. Потому что мой канал, это канал Магнитогорский. И вы должны понимать, что у нас есть очень хорошие специалисты, которые также вам все это дело и производят. Мой лучший специалист, Паша Базаров. Он сейчас держит камеру. И он вам показал, как он это готовит. Это замечательное молоко. Это замечательное молоко. Вот только-только что подойное, да? Представляете? Я не буду говорить о том, что я часто ем молоко вообще. Потому что не люблю это, по сути, события. В свое время, в детстве, я много чего пил. Но сегодня, сейчас я это дело попью. По одной простой причине, я вам покажу, как все делается без всяких тараканов и косяков. А всякие тараканы и косяки, они всегда у вас есть. Вы берете себе молоко где? Вы берете себе молоко в магазине, оно явно не такое. Я-то знаю, поверьте мне. Вы берете себе сыр, а он явно не такой. Я-то знаю. Вы берете себе сметану, оно явно не такое. Я-то знаю. Вы берете себе мороженое, и оно явно не такое. Уж поверьте мне. я посмотрел на это дело и говорю вам точно идеальный вариант сделать то же самое я это могу сделать вы это можете сделать то есть по сути событий тоже завел животное также хожу с ним а почему бы и в принципе дом то есть это не завести другой вариант возникает кто этим будет заниматься конечно же дядя лёша этим будет заниматься почему нет в общем-то дядя лёша и мы этим делом занимается вот это мороженое мороженое поэтому я начну сначала с холодных а потом закончу о я я такое мороженое не ел вообще вы даже не представляете насколько это вкусно у меня сейчас ухи не верите что ухи шаглятся сейчас покажу эти ухи шаглятся да 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 вообще почему этим делом не занимаемся я не знаю это все настоящее козье вот просто что-то а теперь козий сыр мне говорят козу это нехорошо вы знаете моя бабушка в этом шаглятся это средний уральчик перед тем как к слову о том что скоро будет 20 лет она держала коз вы знаете я вчера кушал сыр не сыр в смысле простите масло такое масло и масло тоже можно делать сметанку вы знаете сметана была хорошая деревенская но вот такой сметана я в жизни ел вот называется 46 лет живешь да 46 лет кто бы мне об этом-то и сказал что так надо делать да просто да 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 сейчас объясню аромат аромат и нежность и это все козье и то и другое сыр так ну это же по-другому надо делать вот так вот так вот видите сыр сыр конечно я вам честно скажу это не молочный сыр имеется ввиду коровий сыр но этот сыр вот именно этот сыр я люблю брынзу ну часть моя оттуда а все я вообще полностью но у брынзы она более-менее стареная здесь нет здесь нет то без господа и потратил время это всего немного то есть утром полчаса вечером полчаса съездив на природу за зачем ну летом конечно вы на природу вы поедете за травой а зимой у нас есть много-много комбикорма конечно я вам серьезно говорю то чем вы занимаетесь это не есть айс коз вы не будет сможете держать дома в квартире сесть но козы это не квартира это свой дом сделайте держите получаете вот такой же но если это у вас не получается не получается же не получается да я вам сейчас в концовке сюжета покажу куда вы можете приехать за этим замечательным козьим молоком из этого замечательного козьего молока тут будет зависеть от вас либо вы берете и много и получаете то что должно быть либо вы получаете просто молоко по пьете извините свое ничего нету я всем 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 да не буду я говорить зачем я буду об этом говорить об этом говорит и нюсру илентару что козье молоко это то что только прописал да 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 не химии нету абсолютно ничего вы покупаете едите то что получает и делать для вас удовольствие как идет ваша базар который сейчас держит мою камеру